Так, всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас приехал новый телефон из Китая, это Duki, это защищенный телефон и он более-менее дешевый, потому что обычно они добавляют много всяких плюшек в свои защищенные телефоны, ноу-мейм компании, добавляют много памяти, конкретно этот телефон с памятью 2.16, 16 в стройке, 2 гигабайта оперативной памяти и стоит он не так уж и дорого. Ладно, давайте откроем эту упаковку, посмотрим вообще, что представляет из себя этот телефон, сделали они коробку из такого переработанного картона, якобы они заботятся об экологии. Так, ну и вот он лежит, телефон в пакетике Duki S40, защищен по стандарту IP68, это значит, что с ним можно плавать, его можно опускать в воду, ничего с ним не будет. Здесь двойная задняя камера, 8 мегапикселей плюс 5 мегапикселей, 4650 мА батарея, телефон достаточно толстый, есть разблокировка по сканеру отпечатков и по фронтальной камере, то есть Face Unlock, и 5,5 дюймовый экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 4 поколения. Убираю переднюю пленку, также убираю две задних наклейки. Телефон защищен от воды, поэтому все разъемы здесь закрыты вот такими вот резиновыми заглушками. Разъем под зарядку microUSB и вверху стандартный разъем для наушников 3,5 мм. Также закрыт вот такой заглушкой разъем для сим-карт. В комплекте с этим телефоном идет кабель, зарядный блок, скрепка, чтобы открыть лоток. Зарядный блок здесь, кстати, 5 вольт, 2 ампера, а лоток для сим-карт комбинированный, то есть либо вы ставите две наносимки, либо одну наносимку и одну флешку. А еще в конверте есть какая-то макулатура и защитная пленка на экран. Так, ребят, ну вот как выглядит по дизайну этот телефон. Снизу логотип дуги такой огромный. Рамки, конечно, у телефона большие. И этот телефон абсолютно не про дизайн, не про какое-то там изящество, потому что посмотрите, какие толстые боковые рамки и большие рамки вверху и внизу. И еще экран я заметил, что да, вот прям пиксельный. Прям пиксели бросаются в глаза по жесткому. Посмотрите, вот шрифты такие все пиксельные. То есть разрешение здесь, конечно, не самое высокое. А еще я обратил внимание на такой косяк при сборке. Посмотрите, как здесь сделана фронтальная камера. Она немножко смещена вправо-вниз. Они ее поставили не ровно, а она вот реально смещена вот в этом глазке. Такое чувство, что менялся экран уже. Но это новый телефон, это именно так поставили с завода. Вот так вот, короче. И задний корпус у меня еще был почему-то как-то вот так вот весь поцарапанный. Видите, в каких-то таких мелких царапинках. Как будто тоже этот телефон уже юзался. Хотя я снял с него пленки, пакетик. То есть это вот реально новый телефон уже идет с такими вот мелкими косячками от Дуги. Ну вот, как-то так. Немного неприятно. Вот так, ребят, выглядит рабочий стол. Как я понимаю, здесь используется типа чистый Android. Но с некоторыми доработками от компании Дуги. Они перерисовали свои значки. Они не сделали меню приложений. Все приложения находятся на рабочих столах, как в той же iOS, MIUI, Emotion UI. И я теперь понял, почему пиксели бросаются в глаза. Потому что здесь разрешение, ну, очень уже низкое для 2019 года. Даже не HD. 960 на 480 пикселей. И плотность пикселей на 1 дюйм очень маленькая. 197 пикселей. Это очень низкое значение. Тот же iPhone XR имеет 326 пикселей на дюйм. И его и то все ругали. А здесь всего 197. Современные телефоны с Full HD экранами имеют примерно значение 400 пикселей на дюйм. А у этого телефона даже до 200 они не дотягивают. Экран, ребята, это очень слабое место этого телефона. Самое печальное, что мы даже видео на YouTube не можем посмотреть в качестве 720p. Не говоря уже о Full HD 1080p. Только максимальное качество у нас будет всегда 480p. Но зато мы таким образом нужно искать плюсы. Мы сэкономим трафик, потому что чем меньше качество видео, тем меньше трафика тратится. Ладно, давайте пробежимся еще по остальным характеристикам. Посмотрим, что у нас здесь за процессор установлен. А установлен у нас здесь Mediatek MT6739. Четырехъядерный процессор, старый, 28-нанометровый. Один из самых дешевых сейчас процессоров Mediatek. Конечно, он не игровой ни в коем случае. Но на нем можно до сих пор запустить все абсолютно современные игрушки. Он тянет PUBG, он тянет Asphalt, но на самых-самых днищенских, самых минимальных настройках графики. По памяти, как я уже говорил, 2 гигабайта оперативки LPDDR3 и 16 гигабайт встроенной памяти, из которых вам доступно лишь 10 гигабайт. Ну и давайте теперь проверим, сколько баллов выдаст этот телефон в тесте Antutu. А в Antutu этот телефон набирает 45 тысяч баллов, что, конечно, уже считается небольшим результатом для 2019 года. Но я скачал PUBG, и сейчас мы посмотрим, как эта игра идет на этом слабеньком телефоне. Ребят, ну вот, как бы что я и говорил. Да, PUBG идет, но вот как-то все равно чувствуется какая-то такая дерганность, что ли. На самых минималках идет, еле-еле он ее тащит, но вот все равно как-то не до конца плавно, что ли. Даже когда вот бежишь, чувствуются какие-то микро-микро фрезы, как будто где-то FPS 25. Чуть-чуть не дотягивает до 30-очки. У телефона есть сканер, можно разблокировать с помощью сканера, а можно разблокировать с помощью своего лица. Face Control называется эта функция. Работает, ну, не слишком быстро, но работает. Кстати, да, ребят, еще один такой неприятный момент. У меня телефон на русском языке, но зайдя в настройки, я здесь вижу, что не все пункты переведены. Например, вот это не переведено, вот это не переведено. Также вот это тоже, это, вот еще. То есть почему-то перевод сделали, но не стопроцентный. Хотя, блин, ну не знаю, как-то это действительно уже странно смотрится. Если уж делаете перевод на русский язык, то делайте до конца. Здесь много таких пунктов. Вот, например, написано по-английски. Вот Security Locker. Ну, то есть как бы перевод где-то на 80%. Ну, что больше всего мне понравилось, даже в таком телефоне есть модуль NFC. В некоторых более дорогих телефонах нет NFC. Например, в том же очень популярном Xiaomi Redmi Note 7 там нет NFC. А здесь есть, и вы можете оплачивать, спокойно скачать Google Pay из Play Market. И расплачиваться в магазинах с помощью вот этого телефона. Итак, ну а теперь можно обсудить камеры. Задних две камеры. Одна на 8 Мп, вторая на 5 Мп. Якобы для эффекта боке. И фронтальная камера одна на 5 Мп. Я думаю, вы понимаете, что камеры, конечно, в этом телефоне, они тоже очень слабенькие. Примерно как смартфоны уровня 2012 года. Вот примерно такая же здесь камера. Причем эффект боке здесь не натуральный. Ну, я думаю, вы уже все знаете примерно как эффект боке осуществляется на таких вот ноунейм-телефонах. Просто где вы фокусируетесь, там четкая область. Все остальное получается размытое. В общем, давайте я вам сейчас пару фотографий покажу с этого телефона и покажу пример видео. Так, пример записи видео Full HD на телефон Дуге S40. Я, честно говоря, даже не думал, что он будет снимать Full HD. Я думал, максимум HD, но нет. В настройках можно выбрать Full HD. Короче, ребят, какой вывод можно сделать по этому телефону? Это самый, один из самых доступных защищенных телефонов, который защищен от воды, от ударов, с большой батареей. И, пожалуй, самым большим преимуществом этого телефона является как раз-таки большая батарея. 4650 мА. Вот такой вот телефончик. Стоит он сейчас примерно 6000 рублей. Если вам нужен телефон для каких-то походов, если вы знаете, что вы рукожоп, постоянно роняете свой телефон, постоянно его куда-то в воду, не знаю, кидаете, то берите вот такой дешевый телефончик. Но забудьте про хорошую камеру, забудьте про хорошую производительность, про хороший дисплей. Такой телефон, наверное, подойдет для вашего бати, которому не нужен классный дизайн, которому нужна большая батарея, и чтобы телефон был неубиваемый. Вот такой телефон можно взять за 6000 рублей, почему бы и нет. Ссылку, где купить этот телефон, я оставлю в описании к этому видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!